Захват Всемирного банка. Статья на РТ за 9 декабря 2019 года. Михаил Делягин. В рамках крестового похода против мировой стабильности Трамп потребовал от Всемирного банка прекратить кредитование Китая. Как и вся развязанная против Китая холодноэкономическая и технологическая война, это выражает едва ли не единственный антикитайский консенсус, раздираемого жесткой враждой американского истеблишмента. Избранный для освобождения США от оккупации либеральных глобалистов и поэтому подвергающийся их постоянным атакам Трамп вынужден использовать каждую из оставшихся у него немногих возможностей представать передошалевшей нацией в качестве ее объединителя. Потому демонстрация враждебности к Китаю не только экономическая и стратегическая, но и важнейшая внутриполитическая потребность президента США, даже если он каждую ночь засыпает стомиком Конфуция или Мао Цзэдуна в руках. Правда, читать их он может лишь с фонариком под одеялом, такова власть американской демократии, давно выродившейся в Толерастию. Повод для нового конфликта кредитования Китая Всемирным банком. Ничтожен по своим масштабам. Утвержденный Всемирным банком на прошлой неделе, несмотря на сопротивление США, обладающих крупнейшей долей в его уставном капитале 16%, План кредитования Китая на 5 лет до конца июня 2025 года предусматривает займы под символический процент в таком же символическом размере 1,5 миллиарда долларов в год на институциональные реформы, повышающие открытость его экономики и улучшение экологической ситуации. Для второй по масштабам экономики мира, обладающей крупнейшими международными резервами и постоянно держащей в госбумагах США более 1 триллиона долларов, эти кредиты, да еще и расходуемые в значительной степени по колониальным традициям международных организаций на представителей самого Всемирного банка, не значат в прямом смысле слова «ничего». Они представляются очевидным бюрократическим пережитком, так как самая развитая, в том числе и в плане наиболее важных сегодня социальных технологий, о чем, среди прочего, красноречиво свидетельствует искоренение терроризма в Синьцзяне. Экономика мира, пусть даже и соответствующая формальным критериям страны с низким и средним уровнем дохода, сама является важнейшим мировым кредитором. Более того, эффективность китайских инфраструктурных кредитов, предоставляемых в рамках концепции «один пояс, один путь», как выяснилось в ходе их нещадной критики Западом, заметно превышает эффективность схожих кредитов самого Всемирного банка. И это при отчетливо больших масштабах. Вместе с тем, если окрик Трампа вынудит Всемирный банк пересмотреть свои решения и отменить кредитование Китая, даже министр финансов США Мнучин хотел не прекратить кредитование им Китая полностью, а лишь ограничить его суммами его выплат по ранее выданным кредитам. Это станет крайне болезненным политическим ударом. Всемирный банк, в отличие от МВФ, не является беспомощной и бессловесной марионеткой американского казначейства и обладает порой значительной степенью свободы. Так, в начале 1999 года, когда самозабвенно ковырявшие носу на переговорах не в знак презрения к собеседникам, а в силу высочайшей личной культуры, министр финансов США заблокировал выделение постдефолтной России займа МВФ, именно руководство Всемирного банка выразило готовность поддержать спасительную политику Примакова, Маслюкова, Герасченко, что в свою очередь позволило нашей делегации сломать и МВФ, получив его согласие даже напрямо противоречащие либеральным догмам государственные инвестиции в реальный сектор. Если 20 лет спустя Всемирный банк капитулирует перед натиском президента США и откажется от своих решений, он не просто дискредитирует себя как международный орган, но и откроет путь для давления США на остальные, пока еще не подчиненные американской бюрократии, международные организации во всех сферах человеческой деятельности, целью захвата контроля над ними и превращения их в инструмент антикитайской политики, примерно так же, как Международный Олимпийский комитет и пресловутая ВАДА уже стали инструментами политики антироссийской. Для Китая это станет серьезным вызовом, так как он не имеет развитых навыков и инфраструктуры закулисной борьбы за влияние в международных организациях и во многом просто не представляет, как они могут использоваться против него. Для мира это будет означать формирование значительно более поляризованной системы, чем во время противостояния США с советской цивилизацией, обладающей несравнимо более слабыми сдержками и противовесами. Для России фактический захват США Всемирного банка и даже сама попытка такого захвата должен стать прежде всего сигналом для пересмотра взаимодействия с международными организациями и всего международного права, давно превращенного Западом в инструмент юридического террора против своих жертв. Пора выделить его признаваемые фрагменты, нужные для развития безопасности, и отказаться от остального массива соглашений, давно разрушенных Западом, и выполняемых нами в одностороннем порядке, себе в убыток. Михаил Делягин. Захват Всемирного банка.